Им ни почем не ледяная вода, ни проливной дождь, ни ветер. Секция по гребле на байдарках и каное в Шатуре в этом году отмечает юбилей. Понаблюдать за тем, как спортсменам даются их медали, отправился наш корреспондент. Евгений Кириллов о таком виде спорта, как гребле на каное, несколько лет назад даже и не подозревал. В школу к Самату Токанаеву привели друзья-спортсмены. Занимается он уже четвертый год. Пришел с друзьями, которые давно уже занимались, жили в моем дворе, всегда дружили. Вот так и начал заниматься. У нас очень интересно. В течение года мы занимаемся разными видами спорта, такими как лыжными видами спорта. Плаваем, качаемся, ну и гребем. Тренировки проходят шесть раз в неделю, как минимум по два часа. Гребцам ни почем ни ледяная вода, ни проливной дождь, ни ветер. А перед каждым заплывом обязательная разбинка, игра в догонялки. Это очень красочный вид спорта. В нем задействуется много групп мышц. Также, по моему мнению, это лучший вид спорта в Шатурском районе. Секция погребли на байдарках и каное в этом году отмечает юбилей. И ровно 10 лет назад состоялся первый набор гребцов. За это время, как отмечает тренер Самат Аканаев, желающих заниматься этим видом спорта меньше не стало. На основу приходят в 11-12 лет. И занимаются, ну практически занимаются они, основная масса занимается до сечения 11 класса. То есть поступают в институт, они, конечно, уже потихонечку, скажем, уже не тренируются. Среди воспитанников секции есть и немало тех, для кого гребля стала не просто хобби. За 10 лет Самат Борисович воспитал трех мастеров спорта, которые занимаются у наставника и по сей день. Ну вот сейчас вот три человека у нас продолжают заниматься, которые три мастера спорта я назвал. Они сейчас, три человека в составе сборной команды России, готовятся не только к российским, но и международным стартам. В ближайших планах у ребят участие в летних региональных соревнованиях. По результатам прошлого года спортсмены Шатуры вошли в пятерку лучших команд Подмосковья. Цель этого года – занять призовые места. Наталья Агеева, Ирина Сапожникова, Андрей Кирсанов, Шатура, Новости Подмосковья.